Среди виноградарей бытует такое мнение, что побег, выросший из старой древесины, нельзя оставлять на плодовую стрелку на следующий год, потому что там будут бесплодные побеги. Сегодня мы с вами разберем, так ли это, и разберем это на конкретных примерах. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. С примеров мы с вами сразу и начнем. Пример первый. Побеги, выросшие из старой древесины. Плодоносный, этот пустой, этот плодоносный, этот плодоносный, вот этот второй тоже из старой древесины. Плодоносный, 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 почти все плодоносные. Для сравнения, плодовая стрелка оставлена как положено на древесине прошлого года. Плодоносный. Дальше у нас ничего не проснулось. Еще один плодоносный. Разницы практически нет, а точнее она есть в обратную сторону, но этому могут быть другие причины. Еще один побег, доращиваем рукава. Плодоносный, плодоносный, плодоносный. Идем дальше по этой железе. Плодоносный, плодоносный. Дальше она же тоже плодоносный побег. Еще один такой же, тоже из старой древесины. Плодоносный, маленький плодоносный. И дальше все и везде соцветиями. Опять же для сравнения, плодовая стрелка как положено. Древесины прошлого года, разницы в побегах здесь никакой глобально нету. они все плодоносящие. Одинаково. И последний пример. Кишмиш, коктейль. Плохо закладываю. Плодовые побеги в принципе. Но в прошлом году сложились прекрасные условия. Смотрите. Старая древесина, хороший рукав. Рожок. Да, первая почка. Гроздочки. Там тоже самое. Здесь вот опять же рожок и у каждого побега гроздочка. Тоже из старого рукава. Плодовая стрелка. Гроздочки. Это уже плодовая стрелка формируется как положено. как бы из двухлетней древесины. И здесь мы видим ровненько такие же плодовые почки. То есть разницы на самом деле особо никакой. Вот посмотрим опять же в другую сторону. Смотрите. Вот целая большая плодовая стрелка. И из старой древесины. Гроздочка. 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 И дальше. Вот еще пример. Это Кабернакортис. Когда-то вырос один в руках. Надо доращивать. Вот мы доращиваем. Как видите, плодовые стрелки выращенные из старой древесины несут нормальные плодоносные побеги. И ничем не отличаются от плодовых стрелок, которые выращены, скажем так, на двухлетней древесине. Конечно, я не исключаю, что у какого-то сорта могут быть какие-то немножко нюансы. Но это скорее исключение, чем правило. Так что смело можно формировать плодовые стрелки из вот этой самой старой древесины. Особенно, когда у нас есть в этом необходимость. А необходимость может быть. Может быть, нам нужно доращивать рукава. Может быть, у нас рукава повредились даже теми же морозами, заморозками. В принципе, у нас может случиться такая ситуация, что вот мы планировали одну формировку, да, у нас все обмерзло, и начинается рост от головы куста, начинают идти побеги из старой древесины. И что нам огорчаться? Нет, мы спокойно занимаемся формировкой. Мы изначально делаем плодовые стрелки, да, которые дают урожай. Ну, а в следующем сезоне у нас часть этой плодовой стрелки становится уже старой древесиной, да, а дальше уже новая плодовая стрелка. То есть ничего страшного абсолютно в этом нету. И вот этот миф, скажем так, да, что вот плодоносные побеги плохо формируются на таких плодовых стрелках. Смотрите, на то, как закладываются плодоносные побеги, влияет очень много факторов. Опять же, где-то это может быть сортовой, некоторым сортам вообще, в принципе, не хватает, например, тепла, да, и они плохо закладывают грозди. Некоторые сорта, в принципе, вот, у них с этим плохо. Если мы откроем описание шардоне, да, то там написано, что плодоносных побегов 40% всего лишь. Но это написано там. А в реальности может быть по-другому. Вот это у нас шардоне. И что мы видим? Грозди, 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 грозди. И там тоже грозди. На последнем я просто оборвала гроздочки. То есть здесь практически 100% плодоносных побегов. Да, конечно, кое-что мы выломали. Но, простите, не 60%. Почему так? Условия. Вот мы создали хорошее условие. Да, вот ему у нас нравится. И вот он нас благодарит этими самыми гроздочками. Вот второй куст. Даже показываю. Вот прям снизу. Здесь у нас гроздочки. Тоже вот на этом, видите, хоть чахленькое, но есть. Дальше грозди, грозди. Грозди, грозди. И дальше тоже грозди. Вот, то есть они на каждом побеге. И это точно с шардоне у нас уже плодоносило. И сортность подтверждена. Да, в описании. Что нам говорят? 40% у нас, ну, пусть не 100, но 90% точно. И вот этот пример я вам показала как раз-таки для того, чтобы вы понимали, что условия выращивания, они несут важнейшую роль. И закладка гроздей на следующий год происходит вот в этом сезоне, когда у нас будет цветение. И, соответственно, если в это время плохая погода, если там холодно, если идут дожди, если еще что-то, если лоза не получает нужного питания, то да, в следующем году у нас может быть проблема с плодовыми, плодоносными побегами. Да, если все хорошо, то все хорошо. И не так важно, откуда этот самый побег вырос. Конечно, мы не исключаем того факта, что у какого-то вот отдельно взятого сорта может быть действительно плодовая стрелка, выросшая из старой древесины. У нее будет мало плодоносных побегов. Но я вам показала несколько примеров. Я вам показала пример с кишмешом-коктейлем, у которого вот несколько лет я билась над тем, чтобы получить с него урожай. Вот в прошлом году была маленькая сигналочка, там уже взрослый, здоровый куст, а вот не закладывает он гроздочки никак. А тут вот раз, вот был прошлый сезон хороший, был сезон теплый, получил он нужное питание. И хоть на таких побегах, хоть на таких, он, пожалуйста, полно гроздей, и еще и нормировать надо. Поэтому смело можно формировать плодовые стрелки из старой древесины. Повторю еще раз, особенно, когда у нас есть в этом необходимость. Особенно, когда у нас вот проблемы с подмерзанием, да, со всем, и нам в принципе негде взять других плодовых стрелок, либо может быть побег, который теоретически можно было бы оставить, на плодовую стрелку находится там где-то, где-то далеко по лозе, а все остальное было бито морозом. Смело можете оставлять. И все должно быть хорошо. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов и награды, и наши контакты. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok